Губернатор Приморского края Олег Кожемяка и начальник управления президента России по вопросам государственной службы и кадров Максим Травников провели встречи с гражданами в рамках работы мобильной приемной президента России. Первый адрес, где побывала комиссия, Крыгина 84 во Владивостоке. Суть обращения жильцов состояла в том, что рядом с новым детским садом, строительство которого завершается, необходимо благоустроить прилегающую территорию. Мы предусмотрели несколько мероприятий по благоустройству вокруг и ключевой вопрос именно благоустройства. Первое. Здесь два дома, пятиэтажка, девятиэтажка. Значит, по девятиэтажке было принято решение о том, что они подают заявление на проект «Тысяча дворов», проект губернаторский, реализует муниципалитет. Задача – асфальтировать ту территорию, которая примыкает к дому. Почему? Ну, во-первых, как бы у нас ходила там наша строительная техника и придомовую территорию тоже привели в такое, ну, ненадлежащее состояние. Проверили и то, как исполняется просьба жильцов сделать тротуары по улице Пестеля во Владивостоке. По словам главы города, место для пешеходной дорожки определено. В сентябре начнется его обустройство. Вы видите, где заканчивается тротуар, с желтым бордюрным камнем. Начиная от правой стороны въезда на эту территорию, мы продолжаем пешеходный тротуар. Он у нас пройдет по левой стороне. Вот сейчас мы его отбили мелом, как бы так, чтобы было наглядно... О необходимости строительства детской площадки говорили в селе Прохладное Надеждинского района. На помощь людям пришла муниципальная программа. Благодаря ей уже осенью на улице Вишневая появится детская зона отдыха со специальным покрытием. Вы что скажете? Вообще, до конца сентября мы сделаем это точно. Будем стараться раньше. У нас срок какого стоит? Предварительно 30 октября мы стоим. Но мы вместе готовы сделать раньше? Ну раньше сделайте, поставьте раньше. Еще одно обращение касалось реконструкции спортивного зала в школе номер 4 поселка Тавричанка. Полы эти будут сниматься, будет залита бетонная стяжка, вкладка спортивного линолеума. Причем спортивный линолеум уже будет со всей, так сказать, болотной волосы, все спортивные, все определены. Также здесь будет меняться система отопления, будет система кондиционирования в этом спортивном зале. Ремонтируют у школы номер 31 в Артеме. По просьбам жителей, прилегающие к учебному заведению дороги, приведут в порядок. Запланировали на следующий год в рамках учений все это сделать. У нас есть посчитанные средства уже. Мы планируем до 1 сентября до 3 года это все сделать. Также в следующем году начнется строительство Центра культурного развития в селе Кневичи. Необходимость такого объекта здесь назрела давно. Создание прям такого комплекса, когда родители просто приходят, ребенка туда сдают, а он там получает какие-то первые навыки, допустим, то есть профессии. Мастер-классы, активы, какие-то еще. Такую продумайте систему, хорошо? По наполняемости. По срокам, значит, 24-й, да? А конец 24-го года мы исполняем. Как обозначил Максим Травников, все обращения и инициативы граждан необходимо контролировать на каждом этапе их реализации. И задача властей всех уровней – максимально качественно их воплощать в жизнь. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.